вставайтесь с нами сегодня у нас поездки по интересным заброшенным необычным местам миклуха маквай друзья мы приехали в деревню пятница прям границы липецкой области и тульской здесь совершенно неожиданно брошенный храм пойдемте посмотрим очередное интересное место на нашем маршруте село называется тюртень и здесь святой источник пойдем искупаемся первый раз кстати вижу такое решение в церкви его данные источники было тоже самое вот вход очень низкий чтобы человек который заходит кланялся так мы приехали на заброшенную гидроэлектростанцию река красивая меча чтобы вы понимали тут скалы просто нереально красивые пойдем посмотрим а мы продолжаем наше путешествие по невероятно красивым местам и сейчас как говорил задорнов вдохните сейчас вы обалдеете это конь камень потому что на ножках стоит поэтому наверно так и называется вот такая красота так внизу вот это речка красивые меча я забрался на конь камень здесь везде какие-то подношения к камню я тоже монетку оставлю и посижу это говорят полезно и потенциям мы сегодняшнее наше путешествие начали таких православных местах а теперь приехали языческие ведьмины камни это называется и как оказалось люди до сих пор сюда приходят приносят подношения ой смотрите слушайте а это естественное образование ну реально но для из если считать это место языческим то как бы ну нормальная история нет смысле смотрите друзья вот это а потом да да кто бы мог подумать вот язычников такого рода культы нормальный да 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 Субтитры подогнал «Симон» Смотрите, друзья, вот этот камень похож на какого-то дракона, ну реально прям морда, видите, как будто лежит древний ящер, круто, даже страшновато немного. Субтитры подогнал «Симон» Вот на этом месте становится понятно, почему, собственно, называются ведьмины камни, потому что мы на горе, кораллы и саль, камни вкруг стоят. Это капище, это древнее капище. Смотрите, здесь орнаменты. Да, и это явно не наши современники выбили, потому что наши современники написали «здесь был Вася», здесь ромба. Ромба – это символ солнца. Здесь вообще на свастику похоже. Вот здесь внутри тоже орнамент есть. На самом деле, друзья, не стоит удивляться, что ведьмы, Лысая гора, и считать, что это какой-то немецкий фольклор вовсе нет. Для славянских народов упоминание Лысых гор тоже достаточно характерно. У каждого народа есть Лысая гора, на которой собираются ведьмы, где проходят шабаши. В нескольких километрах от ведьминого урочища стоит церковь Михаила Архангела. В Советском Союзе ее трижды пытались взорвать, но строение выстояло. На этом наше путешествие заканчивается. Спасибо, что досмотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь. Это был Николих Маклай.